В посёлке Афибском состоялся сход граждан. Жители поселения смогли пообщаться с руководством и представителями всех служб и ведомств района. В начале встречи глава поселения Юрий Коваленко отчитался о работе за 9 месяцев 2019 года. В своём докладе руководитель уделил особое внимание обращениям граждан за текущий период. Много обращений касалось благоустройства. Это строительство тротуаров, обустройство автомобильных остановок, переселение граждан из аварийных домов. Юрий Коваленко отметил, что в Афибском на сегодняшний день признаны аварийными 14 домов, в которых проживает 225 человек. Для их переселения потребуется 92 квартиры. Поэтапно жители переселят в новый жилой фонд до 2023 года. Наибольшее число обращений в администрацию касалось загрязнения воздуха в поселении. На сходе эту проблему подняли одну из первых. Другой момент. Я тоже лично звонил там спустя несколько дней. Тоже была вот эта вот вонь с вашего завода, потому что других предприятий нет у нефтеперерабатывающих здесь. Ваши представители приехали через 4,5 часа. Звонок был в 8 утра. Мне позвонили в пол 11. Сказали, выходите, мы уже приехали. Во главе с прокурором района он приехал вместе с Роспотребнадзором. Это было у нас 25 числа на завод. Полностью запросили у нас все материалы по поводу остановки, установки на ремонт. Мы все показали. Провели их по территории установки, по территории завода. Параллельно проводили отборы воздушной среды. Анализы они предоставили по ПДК, превышению. Его нет и сейчас. Несмотря на ответы представителей предприятия, многих жителей не удовлетворяет сложившаяся ситуация. В рамках схода жители задали и другие вопросы специалистам и руководству районной и поселенческой администрации. Основная их часть касалась санитарного порядка и качества воды. Я уже 4 года просто не пью воду, которая течет из-под крана. Мы пьем только бутылированную воду. Невозможно даже иногда и купаться в воде, потому что она просто ржавая. Пить невозможно эту воду. Что делается по данному вопросу? Поменяли полностью весь водопровод. Вырезали все старые трубопроводы. Сейчас установили фильтра на южном водозаборе. Стараемся сейчас полностью убрать железо. Занимаемся этим вопросом. Я пью эту воду тоже в южном водозаборе. В конце встречи глава района подвел ее итоги. Адам Жерим подчеркнул необходимость подобных сходов и обратился к собравшимся с просьбой не оставаться в стороне и принимать активное участие в жизни родного поселения.